Здравствуйте! Кто-то из моих зрителей изложил мне некую концепцию. Концепцию, попытку очередной объяснить наличие красного смещения у излучения далёких объектов во Вселенной. Но обычно объяснение такой Вселенной расширяется. Чем дальше находятся друг от друга объекты, тем больше их скорость и их взаимного удаления. Вот, значит, наша галактика и какая-нибудь галактика, которая в миллиарде световых лет находится от нас, они удаляются друг от друга, мы от неё, она от нас. И, соответственно, вот это приводит к доплеровскому, к эффекту доплера, изменению частоты излучения, частоты излучения радиоволн, которые от этой галактики к нам приходят, частота излучения, значит, оптического излучения, смещение спектральных линий. Вот. Смещение спектральных линий, вот оно вот происходит. Нужно сказать, что происходит оно очень складно и ладно, да? Значит, смещение спектральных линий и как в оптическом диапазоне, а в оптический диапазон достаточно широк, так и в радиодиапазоне, все соответствуют одной скорости для какой-то галактики. Вот эта галактика, мы с ней друг от друга удаляемся с какой-то определенной скоростью. И вот эта скорость, она и на радиоволнах, по, скажем, излучению нейтрального водорода, там и другие примечательные радиочастоты, да, радиолинии, как спектральные линии в радиодиапазоне, так и в оптическом диапазоне, все это смещается. Есть там где-то, например, идет какой-нибудь процесс образования пар, а потом рекомбинация этих пар, электрон-позитронных. Ну, тут, там излучаются примерно полмэвные гамма-кванты. К нам они тоже приходят несколько мягче, уже не полмэва. Все это складно и ладно. И вот, значит, рассказываю вам про некое объяснение, которое вот предлагается без расширения. Ну, объяснение предусматривает следующий, в общем-то говоря, фактический факт, о котором обычно не очень в голову берут обычно люди, которые мыслят о межгалактическом пространстве. Дело в том, что как внутри галактик, так и в межгалактическом пространстве имеет место быть очень разреженная плазма. Вообще говорят про облака межзвёздного газа или межгалактического газа. Облака-то не облака, но облака ионизированные. А любой, значит, ионизированный облак, это что? Это плазма. В плазме, говорят нам, электромагнитные колебания могут вызывать плазменные колебания. И эти плазменные колебания будут забирать частично вот эту часть энергии того электромагнитного поля, которое их вызвало, спровоцировало, вызвало. Раз забрали часть энергии, значит, уменьшается частота этого поля. Частота. Вот такое вот объяснение. Но, значит, у подобного рода взаимодействия, это взаимодействие электромагнитных волн и некого, хотел сказать, диэлектрического, ну, не совсем уж оно диэлектрическое материал, всё-таки плазма-онопроводник, а не диэлектрик, ну, вот такого рода взаимодействий характерны очень сильно дисперсия, скажем так, дисперсия коэффициента преломления, то есть дисперсия скорости перемещения, и, соответственно, вероятности возбуждения тех или иных колебаний плазменных на различных длинных волн. И получается таким образом, что изменить длину волны вот так вот складно во всём диапазоне от радиоволн до гамма-излучения не получится. Я вообще очень сильно сомневаюсь, что гамма-излучение будет каким-то образом взаимодействовать с плазмой межгалактической, с какими-то последствиями друг для друга. То же самое, думаю, к оптическому излучению относится. Ну, вот, может быть, в радиодиапазоне, может, какие-то там такие частоты. И потом тоже у плазмы обычно есть свои собственные частоты плазменных колебаний. Что такое плазменные колебания, сейчас я вам объясню. Это вот представьте, что такое плазма. Это в целом электронейтральный объект, в котором находятся положительные и отрицательно заряженные ионы. Это могут быть положительные и заряженные ионы и электроны, например, как вариант. И вот это находится в плазме. И вот представьте себе, вы смещаете друг относительно друга вот этот, так сказать, центр заряда положительного и отрицательного. Бум! Что будет? Там будет пропасть, бум-бум-бум, возникает колебание. Поняли меня, да? То есть, если где-то локально в этой плазме сместить друг относительно друга отрицательные положительные заряженные ионы, а даже лучше всего электроны и положительные заряженные ионы, потому что электроны-то легче клюнут на волну электромагнитную, ну, тогда это возбудит, значит, плазменные колебания. Ну, это вот специалисты по физике плазмы обожают такими фокусами заниматься. И они многие, бывает, и практические применения имеют. Вот, легенерация там, скажем, каких-нибудь частот. А так я вот вам вот это рассказал. Нет, надежды нет. Это не есть объяснение. Ну, есть такая популярная идея, что вообще это старение. Вот он летит и стареет. Да нет, не стареет он. Не стареет душой ветерана. Ветерана Второй мировой. Ну, я ветеран Третьей мировой. Как-то было у меня такое на эту тему видео. Несостоявшийся, кстати, Третьей мировой. Меня к ней готовили. И я её готовил как-то в силу своих. Ну, как весь советский народ, конечно, готовились мы к Третьей мировой. Чтобы не ударить лицом в грязь, чтобы не получилось, как 22 июня 41-го года. Ну, вот, но не наступило это. Не захотели с нами играть в эту игру. Вот, а сейчас я вот... Так бы я ходил по Парижу. Сейчас бы. И на ломаном французском говорил бы. Все так уважительно меня бы сторонились. Я говорил бы, перми ты муасель в упле. И садился бы за столик в кафе Шантане. Ну, первое время автоматики, естественно, ставил бы международными. Ног поближе к сердцу. А так-то потом-то уж они привыкли бы обвалялись к нам русским. Но нет, война не случилась. Поэтому я сейчас вас прошу. Пермите Муа, разрешите мне вас попросить немного денег. На пропитание, на ремонт крыши. У меня крыша прохуделась. На починку колена. И на достройку забора. Вот такие вот дела. Ну, спасибо вам большое за то внимание, которое вы мне уделили. Внизу есть для того, чтобы вы до конца уделили мне внимание, номер Сбербанкской карточки, номер счета Сбербанка. Есть PayPal для иностранцев. U-Money, бывшие Яндекс.Деньги. Киви-кошелек, кошелек ВКонтакте. Можете ссылать мне письма ВКонтакте и в Фейсбуке. Можете посылать мне еще тоже, кстати говоря, по этому, как это называется, Western Union. Кстати говоря, вот говорят иностранцам трудно ссылать мне деньги. Western Union, ребята, да, вперед. Желаю вам удачи, всего вам доброго, всех вам благ, пока.